Я хочу отправить вот это в Мексику, сколько будет стоить? Я напомню. И она ответила, вы хотите на самолете или на поезде? Я тебе рассказывал. А я сбежал. Мне очень много раз исправили, что типа нет, он не мой друг, мы просто знакомы. Я заметил, что есть две вещи, которые очень сильно как-то русские раздражаются от нас, мексиканцы. Первое, это что мы... Это интересно, да? Интересно, да. В Мексике вообще такого нет. Особенно утром и в выходные, да? Еще другая вещь, которая мне очень нравится здесь в России, то, что люди... Курки, а, наверное, это, конечно, очень такой острый момент, но о менталитет. Давай поговорим немного, как мы ощущаем все это. И это очень странно. Она мне сказала, зачем предлагать то, что ты не готова дать? А ты знаешь, я заметил, что есть две вещи, которые очень сильно как-то русские раздражаются от нас, мексиканцы. Первое, это что мы каждый раз поздороваемся. То есть, если ты на работе, и ты видишь один человек, говоришь, оля, спустя часу еще раз пересекаешь с этим человеком. Оля, оля, мы уже поздоровались, почему каждый раз? Они так отражаются, а просто для меня увидеть человека и ничего не говорить, это как игнорировать. А я, типа, оля, брат, мы уже поздоровались или с собой? И знаешь, тоже как в сентябре, это неплохо. И второй вопрос, это когда мы спрашиваем, типа, по-испански, оля, кому стас? Ага. Оля, кому стас, вен, грасиас. Дальше, когда ты не знаешь такого человека. Да, да, да. А здесь вообще неприятно, да? Да. Ага. То есть, да, у нас просто не знаешь ли ты язык, форма, мы всегда спрашиваем, как, типа, привет, как дела, это на самом деле только привет. Ага. И ответ должен быть хорошо, спасибо, а ты? Ага. Хорошо, спасибо. Спасибо. Это ты знаешь, как настолько, как мы роботы, то есть на самом деле нет. Имплисит какой-то. Да. И я как-то начинал, типа, здравствуйте, как дела? Ну, как видишь. Мне так начинали ответить, что я думал, ну, ничего себе, почему так? Я потом понял, что в России, если ты не знаком с человеком, мне принято... Да. Как дела? Мне принято спросить, как у вас дела? Потому что, типа, а зачем тебе мои дела? Да. Когда ты спрашиваешь, как дела, они на самом деле думают, что ты хочешь... Естественное, настоящее. Сна. Точно в Мексике у нас такая привыкла, говорит так постоянно точно... Спасибо и пожалуйста. Спасибо, спасибо, да. И я даже недавно видел так мем в интернете, а там написано было... Если официант к тебе ходит десять раз, принести блюда, напиток и так далее, десять раз ты говоришь спасибо. А, это право, это моя любовь. Я всегда говорил, что в испанском есть у нас двое больших слов, это спасибо и пожалуйста. Мы всегда в своем время. Да, всегда, всегда, всегда. Для нас очень важно. Я помню, да, так тоже смешно, в метро там есть очень много дверей. Я заметил, что мои друзья, типа, начинали держать. Спасибо, первое. Второе, спасибо. Я уже понял, что ты мне сказал спасибо. Просто мне не жалко сказать спасибо, но да, мне кажется иногда... Кажется, уже настолько искусственно. Не знаю, но правда, у нас принято всегда сказать спасибо. Да, всегда всегда так. Спасибо, спасибо. Да, тоже официант спасибо. Спасибо. Хлеб, спасибо. Спасибо. Каждый раз спасибо, да. То, что еще мне очень нравится здесь, люди такие культурные. Это очень хорошо, что люди знают про свою историю. Да, еще... Мировая культура. Да, мировая культура, еще уровень в университетах, вообще, я думаю, что образование... Высокий уровень образования. Я знаю, что много друзей, они знают очень много стихий на их лист. Я помню, что даже я люблю матрешки, все это покупать. И там была, не знаю, матрешка, это жарая птица, или как феникс, я не помню, как это. И начинают там все сказки Пушкина, все это прямо наизусть. То есть они не читают, это очень удивляет, это очень приятно. Да, очень приятно. Они очень такие близкие, знакомы с своими писателями, и они очень много читают. Да, 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 огромная разница с нами, да. У меня есть очень интересный анекдот, это было с русской подругой. У нас очень принято, когда кто-то тебя что-то угощает и приглашает, ты должен отказаться первый раз. То есть ты хочешь это? Ты говоришь, нет, потому что мы понимаем, что первый раз это воспитание. То есть, наверное, они не хотят, но все-таки они просто, чтобы быть воспитаны, они предлагают. Чтобы они думали, что ты халяпчик. Да, да, чтобы тебе думали, что ты халяпчик. А потом ты понимаешь, если человек действительно хочет угощать, он будет спросить второй раз. И только на третий раз ты можешь согласиться. Потому что моя подруга была, она пришла в гостях, ей предлагали, ты хочешь фанту, кока-колу, газировки. И они начинали предлагать вещи, которые на самом деле нет было дома. И это делали, потому что они были уверены, что она будет отказаться. Отказаться? Она сказала, да, было бы неплохо в газировке. О, и у нас нет. Почему? Потому что у нас не принято так. Ты отказываешься, если второй раз. Согласен? Ага, да, да, да. Потому что это очень нагло, если ты сразу говоришь, да. Да. Ну, понятно, это уже не, когда будешь знакомым, и там, дучи, друг, тогда уже... Да, когда слышишь... Это нет. Ну, а в принципе, когда не очень такой... Да. Когда ты еще не знаешь друг друга, это не принято. Да, да, да. И это очень странно. Она мне сказала, зачем предлагать то, что ты не готова дать? Дучи не предлагай. Согласен, согласен. И ты знаешь, что же так мне очень понравилось, когда я пошел в гипермаркет, где есть птица, на букву А. Ты рекламу и складно не делаешь. Там я помню, что я увидел, как девочки ходят в каблуках. Ты знаешь, как будто на сваду собираются, чтобы сделать шопинг. Я не знаю, если чтобы найти мужа или так. Но просто в России практически все девочки на каблуках. Да, да, да. Не важно, что ты пойдешь только там со продуктами, что равно ты уйдешь. Да, на каблуках. Это интересно, да? Интересно, да. В Мексике вообще такого нет. Особенно утром и в выходные, да? Да, все спортивные одежды. Как получится. Могу сказать, что менталитет здесь, конечно, совсем другой. Я, конечно, уже привыкал к этому. Это то, что люди тут обычно кричат на тебя. В Мексике вообще такого, я не говорю, что не бывает, но меньше, конечно. А иногда всегда, я думаю, для каждой иностранец, когда они бывают в супермаркете, в магазине, и они там на кассе, они собираются оплатить, да? И вот кассир спрашивает, пакет нужен? А ты, как иностранец, это не понимаешь. Это не элементарный русский. А какая ответа будет? А ответа не будет. Вот. И она начинает говорить громче. Пакет нужен? Пакет! А еще не понимаешь. Если ты не понимаешь, почему думаешь, что когда они кричат, будешь понять? Да, это напрягается. Да, да, да. Да. И ты, как иностранец, конечно, я помню, я даже пугал. Типа, почему она слайд? Да. Ты знаешь, в начале, когда я еще не говорил по-русски, мне было очень сложно определить, если люди смеются, если они ругаются, если они друзья-друзья. Да, 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 согласен. Потому что на самом деле такой громкий язык, что я помню, что я слышу, что вроде бы они кричат, а потом начинают смеяться, а я думаю, что? Ты знаешь, мне очень интересно в России слово друг. Друзья. Друзья. Амиго. Потому что это так смешно, потому что есть мои друзья, которые, ой, да, он твой друг. Он не мой друг. Он просто знаком. Ага. И ты знаешь, как-то в России здесь очень сильно выделяются, кто друзья, кто не друзья. Когда ты в Мексике, эй, привет. Амиго. Человек, который впервые увидишь. А здесь нет, он не мой друг. Все друзья в Мексике, да. Да, действительно, слова друг, это очень сильно. Мы очень много раз исправили, что типа нет, он не мой друг, мы просто знакомы, мы просто работаем здесь. Еще другая вещь, которая мне очень нравится здесь в России, то, что люди так прямо говорят, как и есть. Нет, это значит нет. И в Мексике иногда, к сожалению, мы так не можем говорить. Обычный пример. Ты пойдешь на вечеринку? Не знаю, я тебе позвоню. Да, давай позже. Давай позже. Я не знаю, но скажу, что да, да. Да, наверное. А ты пойдешь? Да, да, да. Ну ладно, я тебе позвоню, я скажу. Почему не так сразу сказать, нет, не пойду, спасибо. Вот. Да, это правда, к сожалению. Ты знаешь, я последний раз, когда я был в Мексике, я немного, я думал, что это, то есть поменялся, в этом будет более прямой. Потому что в России это принято, и это, ребята, это классно. Но, конечно, нужно не забыть, что мы можем быть тактичны, да, потому что быть прямой, это не синоним, быть грубым. Грубым, да. Это, правда сказать, да, без обмана. Я спросил, а вы хотите поехать? Типа, ну, я не знаю, наверное, может быть, если не будет дождь. Такие, да? А я просто сказал, ну, вы скажите, потому что если вы не сможете, тогда я сделаю другие планы. А, конечно, если у тебя другие планы, тогда ты делай свои планы. Так я виделся. Есть другая тема, которая нам интересно встала, говорит, а это о почте России. Ага, что там? Я вообще не знаю, что именно. Ну, вот, услуги вообще не очень. Да. Почему? Потому что все так медленно, блин, почему так медленно? Да. Я, а еще вот, люди, которые там работают, я понимаю, что, наверное, не заработают так много денег, я не знаю, но вообще такие услуги не очень. Я помню, однажды я там был, хотел отправить посылку в Мексику, и вот, я спросил девушке, я хочу отправить вот это в Мексику, сколько будет стоить? Я написал, я написал, вы хотите на самолет или на поезде? Я такое тебе рассказывал. А я, в смысле? Вот. А я потом, ну, конечно, на самолет. Вот, и обычно, вот, не знаю, не очень. Я хочу думать, что она имела в виду, типа, скоростная доставка или обычная доставка. Нет. А в итоге дошла? Посылка дошла? Да, дошла, но я не знаю, после 3 месяца где-то. Я вот эта фраза, а кто последний, это прямо учил от Почта России. Ну, конечно, сейчас уже есть терминали, где, ну, не везде. Как печатаешь в талончике, ты же знаешь. Вот так, кто последний? Это я учил от Почта России. У меня есть такой опыт. Я уже практически 9 лет живу в России, поэтому я думаю, что может что-то и правда есть в этом. Но мне кажется, что в России очень много ситуаций, зависит от человека. То есть, зависимость от настроения человека, можешь лечиться твоей проблемой или нет. Я хочу очень конкретную ситуацию рассказывать, как это у меня случилось. У меня подруга хотела приехать в Москву, и она просила мне купить ее билет в Петербург, чтобы мы вместе поехали в Петербурге. Представляешь, я с ним, не знаю, наверное, 40 минут в очередь, чтобы купить билет на поезд. А когда я подхожу к кассирам, она мне сказала, где оригинальный паспорт у подруги. Я сказала, вы знаете, у меня только копия паспорта, потому что она еще не приехала, я просто старание покупаю. Она мне говорит, ты знаешь, без паспорта я не могу продавать. Я говорю, извините, но вы не пограничник, чтобы проверить паспорт. Потом, когда она придет, она должна доказывать паспорт. И она не хотела продавать мне вот этот билет. Я помимо потратить 30 минут, я расстроился. А что я делал? Занимал вторую очередь, типа, на другом стаде, такое же место, и без проблем мне продавали вот этот билет. И поэтому, не знаю, мне кажется, в России очень часто... Бывают такие ситуации, да? Когда я согончил университет, у нас, когда была защита диссертации, я помню, что мои одногруппницы сказали, давай, нам нужно скинуть, по-моему, тысячу рублей. Я думаю, почему? Потому что, когда один диссертатель, такой просто шведский стол, прям накрывают стол, цветы покупают, фрукты, вот это все члены комиссии. И поэтому я как удивился, как, типа, ничего себе не устроили там с вату, когда я думал, что это мы будем только защищать свой диплом. И это, чтобы люди были довольны, поэтому, может, все гораздо лучше оценки. Ну, и у нас есть очень такая сложная тема, но это правда, это бюрократия в России. Бюрократия, да. Ты знаешь, что я заметил, как люди говорят с детьми? Это меня очень сильно удивило. Это круто, на самом деле. Это очень круто. Вы представляете, что... Мне очень сильно удивило это отношение в России с водой. Это творится в стране. Мне кажется, это очень опасно. Мне кажется, я бы не пускал. Нет, вообще никак. Тебе не кажется, что русский называют такие суеверные? Мучас грязи, amigo. Мучас грязи, а ты, amigo. О, эсте тьемпо, за удаленное время. И я, ребята, надеюсь, что вам понравилось, что вам и Кике, ваш любимый преподаватель по испанскому языку. И мой многоуважаемый друг Курки. Конечно, спасибо, Кике. Пока, пока. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...